Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые организаторы. Меня зовут Коченко Николай Викторович, я являюсь врачом-ортопедом в ВАГ-клинике и веду клинический прием, а также по совместительству являюсь преподавателем в Первом медицинском университете и иногда героем студенческих мемов. В сегодняшнем стоматологическом мире существует большое количество адгезивных систем, фиксирующих цементов, силанов, и передовому стоматологу очень трудно разобраться в этом многообразии. Моя лекция будет состоять из 65 слайдов, на которых я бы хотел рассказать про свой клинический прием и примеры применения адгезивных цементов и самого адгезива, а также рассказать про функциональные мономеры и варианты подготовки тканей к фиксации адгезивной. Если у вас возникнут вопросы, я с удовольствием отвечу на них в конце лекции. Свой доклад я хотел бы базировать не только на собственном клиническом примере и приеме, и не только на мнении экспертов, но также на метаданные и контролируемые исследования и литературные источники. Знакомьтесь, это Наталья. Она обратилась ко мне с просьбой о стоматологической помощи. На первый взгляд, у нее все хорошо и каких-то проблем явно нет. Но при детальном рассмотрении мы обнаруживаем, что за красивым фасадом скрываются боковые зубы, которые имеют ряд дефектов, такие как сколы, пломб, а также зубы, которые находятся вне окклюзии. После препарирования мы видим, что несмотря на то, что зубы оставались летальные, тем не менее объемы разрушения достаточно большие. На сегодняшний момент стоматологическая ассоциация есть разработанный индекс ИРОПС, точнее его разработал Меликевич в 1984 году, соответственно, по которому мы можем определить, какую конструкцию мы можем применить для каждого пациента в исходной клинической ситуации в зависимости от степени разрушенности окклюзионной поверхности. Безусловно, согласно этому индексу, Наташа пришлось бы делать очень большое количество коронок. Я в сравнении к малоинвазивной стоматологии, поэтому мы ограничились изготовлением накладок. После обработки зуба необходимо подготовить его к адгезинной фиксации. Препарирование я обычно заканчиваю воздушно-абразивной обработкой. Кстати, я так понимаю, все этим пользуются, заканчиваю так. Но при подготовке лекции я наткнулся на ряд источников и изменил свое отношение к этому способу обработки, потому что слева представлена фотография электронно-сканирующего исследования. Вверху изображен дентин, который интактный, а внизу уже спрессованный, смазанный слой, который, как заключают авторы, уменьшает адгезию. На таблице, которая легко представлена, показано, что меняется не только макроструктура дентина, но и полиментарный состав. Количество фосфора и кальция в дентине существенно изменилось, уменьшилось. А кальция, как нам известно, необходим для адгезивной фиксации. Это было подтверждено также лабораторными исследованиями на силу адгезии, которые определили, что даже после отравления ортофосфорной кислотой то есть ее адгезия не изменилась, а при обработке дентина еще и уменьшилась. Поэтому в своей практике я отказался от воздушно-абразивной обработки и препарирование заканчивал с помощью кладосплавного бора для удаления смазанного спора. Изначально немедленная герметизация дентина была предложена в качестве обязательного протокола и в ее состав ходила после обработки ортофосфорной кислоты, внесение адгезивов четвертого поколения, а также последующее внесение текучего композита. Ряд исследователей выявили, что в красном отмеченном силе адгезии после немедленной герметизации дентина составляла в среднем 60 мегапаскалей, в то время как отсроченная герметизация дентина приводила к силе адгезии всего 12 мегапаскалей. Но это достаточно мало. Если вы используете самопротравливающие адгезивы, то тотальное протравливание вам не нужно. Это снизит адгезию. Несмотря на то, что травление дентина было впервые предложено японцами, и американцы очень долго не переходили на этот метод обработки, потому что встретили большую степень постпомбировочных болей, через 10 лет японцы уже отказались от этой методики и в пользу самопротравливающих адгезивов. На текущий момент существуют три основные стратегии применения адгезивов. Первый вариант – это тотальное протравливание и последующее нанесение адгезива. Вторая техника – это использование самопротравливающих адгезивов различных поколений. И третья стратегия – это использование мультимодальных адгезивов, которые подразумевают либо изолированное их использование, либо использование с ортофосфорной кислотой для селективного отравления. Одним из примеров таких адгезивов мультимодальных является только яма Universal Von II, который является адгезивом восьмого поколения, состоит из двух флаконов, содержимое которых замешивается непосредственно перед внесением на ткани зуба, либо на конструкцию. Почему же применение самопротравливающих адгезивов более приемлемо? Дело в том, что существует такой фермент, как матриксная металлопротеиназа. Она выполняет как и положительные функции, так и отрицательные. К отрицательным функциям можно отнести то, что она оглушает коллагеновые волокна, приводя к ухудшению фиксации, что может привести к микропотеканиям и нарушениям герметизации полной. Сама матриксная металлопротеиназа находится в коллагеновых фибрилах, изумрована неорганическим компонентом, как представлено на картинке А. При травлении локтофосфорной кислотой, которая имеет по H1 единицу, кислотность снижается до 5, происходит деминерализация дентина, коллагеновые фибрилы обнажаются и происходит активация матриксной металлопротеиназы. На картинке она обозначена красными кружочками, синим обозначена кислота. Аналогичная схема, только уже в виде фотографии электронно-скенирующего микроскопа вот так вот выглядит протравленный глинтин, глубина травления после 15 секунд нанесения локтофосфорной кислоты где-то 5 микрометров. После нанесения протравки мы обычно промываем водой, а затем высушиваем. Так вот, высушивание, как показано на фотографии номер 2, справа, приводит к коллапсу этих волокон, они спадаются, и это затрудняет подникновение дальнейшего аргезива в коллагеновые волокна. Словодные коллагеновые волокна, в них обитают матриксные металлопротеиназы. Существуют различные способы инактивации этой матриксной металлопротеиназы, такие как всем известный спиртовой протокол, нанесение хлоргексидина, а также использование а также использование хлорида биллзалкония. На данной схеме изображено, что в свободные коллагеновые волокна композит, адгезив проникает не на всю глубину, а только в верхние слои. И, соответственно, остается, вот красная стрелка обозначена свободные коллагеновые волокна, где, собственно, происходит активное разрушение их с помощью матриксной металлопротеиназы. Кроме этого, при тотальном утравлении происходит освобождение воды из дентина, и не вся влага при внесении энергетического удаляется. все эти проблемы нивелируются, если вы используете адгезивы самопротравлющие. Они имеют функциональные мономеры, которые проникают на определенную глубину, и синхронно происходит инфильтрация мономерами адгезива. То есть, насколько протравили, настолько и внесся адгезив на такую же глубину. наиболее известным и имеющим повышенные характеристики адгези является функциональный мономер 10-мгпи. Он имеет несколько функций, таких как удаление влаги и образование химической связи с кальцием, который находится в гидроксеофатите. Образуется водонерастворимая соли, что способствует более стабильной адгезии. Кроме этого, функциональный мономер еще удаляет влагу, что также в отсроченной перспективе показывает более стабильную связь. в современном Universal Bondi 2 представлены уже 3D-SR мономеры, которые в себе объединяют 4 цепи разной длины. Соответственно, соединение с кальцием образуется в 4-х точках и это позволяет говорить о том, что Universal Bondi более сильная фиксация обладает, чем 10MDP. Это подтверждается исследованиями на силу адгезии, где при применении Universal Bondi как самопротравливающего адгезива, сила адгезии к эмали составляет 22, и также к дентину 22 мегапаскали, что соответствует силу адгезии 4-го поколения адгезива. В случае, если все-таки было селективное отравление, то сила адгезии на эмали возрастает до 28 мегапаскалей. Собственно, это говорит в пользу того, что лучше используют адгезивы в комбинации с селективным отравлением эмали. После короткого экскурса в химию продолжим клинический случай. После препарирования мы внесли адгезив без протравки и в последующем внесли текучий композит. Я в своей практике использую бакфил либо хайфло композиты, которые обладают более низкой тексатробностью, что позволяет лучше распределиться по поверхности зуба и более тонким слоем. После предшествующих клинических этапов и лабораторных в клинику к вам приходит готовая конструкция для фиксации. Но не знаю, насколько часто вы спрашиваете у техники, из какой керамики изготовлена эта конструкция. На самом деле в стоматологии существует несколько видов керамики. Начиная от поливошпатной керамики, которая обладает низкой прочностью, но высокой эстетикой, и заканчивая десиликатом лития, который более твердый и прочный, но обладает более плохой эстетикой, более низкой эстетикой, скажем так. Стоматологическая керамика, как представлено в углу с крала, она двухфазная, и у нее есть как аморфная степень этого с левого картинка, так и кристаллическая фаза, которая представлена на картинке B. Вот эти кристаллы, они располагаются в аморфном стекле, стекловидной фазе. Соответственно, перед тем, как мы производим адгезивную фиксацию, по обычаю, по старым методикам, мы потравливаем конструкцию с помощью пайка кислоты. Пайка кислоты взаимодействует со всей поверхностью керамики, но в большей степени она влияет на аморфную фазу, и кристаллические часть остается неповрежденной. Проникая в аморфную стекловидную фазу, пайка кислота оставляет поры. Было проведено исследование, на свадьбе представлены различные виды керамики, и после воздействия пайка кислоты, в зависимости от времени. И было выявлено, что при протравливании поливоспатной керамики увеличивается ширина пор, но не увеличивается глубина. Поэтому достаточно протравить в районе 60 секунд, для того, чтобы получить максимальную аргезию. Десиликат литий, он более твердый, у него более выраженная кристаллическая фаза, и при более длительном травлении, чем 15 секунд, происходит выпадение этих кристаллов. разрушается решетка, и конструкция становится хрупкая. И кроме этого происходит ухудшение фиксации. То есть, если у вас приходит очень тонкая конструкция, вы ее долго обрабатываете с помощью проволоковой кислоты, она может стать хрупкой, и после, во время фиксации она может треснуть у вас. Так периодически бывает. министерство здравоохранения Японии запрещается применение клинической плавикой кислоты, поэтому у них особого выхода не было, как рассчитывать на химическое взаимодействие адгезива с керамикой. Поэтому по их протоколу после того, как вы получили конструкцию, достаточно механически ее обработать с помощью воздушной абразивной обработки, а в дальнейшем прохрить селаном. Universal Bond он может выступать в роли и адгезива, и селана. Он состоит из двух баночек, которые замешивают свою жидкость перед внесением вы вносите на зуб, ассистент вносит в керамическую конструкцию. Главное здесь нюанс, который нужно осветить, то, что после внесения селана необходимо раздуть не менее 30 секунд, чтобы испарить растворители и равномерно распределить адгезив селан по поверхности керамической конструкции. Засвечивать его не нужно, соответственно, вы экономите время. после чего вносится композиционный материал для фиксации и происходит фиксация конструкции. Чем же обусловлена связь? Слева представлена ауксильная группа функционального мономера МТТС, которая взаимодействует с водой селанольной группы керамики. Соответственно, керамика подвергается гидролизу обезворованию и происходит образование селоксановой связи, что увеличивает адгезию. в своей практике я работаю с СТЦМ2+, это тоже от фирмы только яма материал. и небольшой протокол адгезивной фиксации конструкции на зуб. После селективного отравления вносится адгезив, который раздувается, но не засвечивается. И дальше производится фиксация первичного удаления излишек материала, засвечивания в течение 3-5 секунд, затем удаление уже отвердевших излишков и окончательная полимеризация конструкции. Ну и полировка. Вот так завершился клинический этап у Натальи. Она получила керамические конструкции в боковом отделе. Это моя пациентка из Норвегии. Она периодически приезжает к нам в Петербург для лечения. Она является ортодоксом, хоть и медик, но она верит только в золото и просит все конструкции делать только золотые. Мы не можем отказать от нашей оценки в этом желании. И даже в этом случае мы можем использовать Universal гигиев, который имеет мономер МТО6. Это функциональный мономер, который серо-теороциллой группы взаимодействуют с металлом драгоценным и образуют ковалетную связь. Вторая часть, вторая группа этого мономера мета-акривая, она уже взаимодействует с композитом посредством сополимеризации. Согласно исследованиям производителя, сила адгезии к драгоценным металлам составляет 28 мегапаскалей. Что интересно, этот мономер МТО6, он достаточно давно был введен в практику и сейчас он входит в состав IOMA-TITEM это стеклово-намерный цемент, который часто используют наш детский стоматолог для фиксации конструкции у детей циркониевых коронок либо металлических коронок. Данные поценки я зафиксировал на СТЦМ культивые вкладки и затем зафиксировал золото-керамическую конструкцию. Вадим Петрович у него очень стрессовая работа он тренер у спортсмена тайского бокса в процессе своей жизнедеятельности он откусил проволоку потерял часть моста к сожалению он отлежал на короткое время и по состоянию его зубов ничего лучше мы не смогли продолжить как изготовить конструкцию все на шести на верхней челюсти потому что зубы не подлежали лечению и даже в этом случае мы использовали универсал адгезив для фиксации конструкции после предварительной обработки оснований и керамического цирконевого каркаса мы зафиксировали его на стцм благодаря 3d сэрмономеру который содержит фосфатную группу происходит адгезия с оксидной пленкой на поверхности недрагоценных металлов ну а метаакрилов группы взаимодействуют уже с компенсационным материалом внесение компенсационного материала адаптация конструкции и окончательная племеризация ну в итоге он уехал довольно с такими зубами к сожалению в день фиксации его дочка не заняла первое место но достаточно в лидерах среди женщин в тот день вот еще одна моя пациентка не знаю что ее с подвигом обратиться ко мне жила-жила вышла замуж родила детей но почему-то 42 года там ни дня рождения ни никакого события я пришла чтобы починить вот этот центральный зуб естественно зуб депульпированный мы восстановились с помощью билдапа и здесь есть ряд нюансов в подготовке зуба к адгензивной фиксации потому что зуб древитальный в нем маленькое содержание кальция а кальция необходим для адгензии и соответственно если была обработка корневых каналов то необходимо и вы использовали гипохлор гипохлорид натрия то тогда необходимо восстанавливать зуб через неделю и в то же время при адгензивной фиксации вам нельзя использовать кровоостанавливающие препараты потому что это нарушает адгезию мы делали конструкцию из циркония на сегодняшний день метод подготовки циркония к адгезивной фиксации остается вопросом многочисленных дискуссий и споров потому что неполярная поверхность не позволяет как-то надежно зафиксировать цирконий и ряд исследователей изучая выживаемость конструкции после 3-5 лет ношения выявили что основная проблема диапсида циркония это регулярные расцементировки но в универсу Бонде есть 3D сет мономер который за счет фосфатной группы может образовывать химическую связь между кислородом и атомом циркония не буду подробно останавливаться на этапах фиксации надо отметить что поскольку зубы экульпированные здесь преобладает этап обработки с помощью рендофлекса воздушно-абразивной и отличие это тотальное отравление это все отличие если сравнивать с фиксацией на витальные зубы ну вот такая получилась конструкция в день фиксации вот эту фотографию мне пришлось показывать пациентки потому что на одном из контрольных осмотров она сказала что ей не нравится цвет пришлось ей напомнить как выглядела ситуация до Universal STCM представлен в виде четырех цветов они имеют разную прозрачность что позволяет использовать их в разных клинических случаях надо отметить к сожалению ну лично я не знаю как вы пользуюсь примерочными пастами к сожалению у цемента нету примерочных паст но есть методика что можно выдавить чуть-чуть материала удалить активатор желтого цвета а базу внести в конструкцию и выполнить примерку ну со мной доктора некоторые спорили по поводу того что толщина примерочной толщина адгезивного толщина цемента не влияет на цвет конструкции но здесь конструкция на зубе 2.2 ну из-за повозки плохо видно не знаю идет или нет ну на фотографии видно что на фотографии видно что цвет отличается в любом случае я бы рекомендовал настоятельно использовать примерочную пасту особенно в эстетически значимых участках и при применении очень тонких конструкций что интересно исходя из исследований по стабильности цвета STCM2 показал самые высокие показатели по стабильности при окрашивании ну при погружении образцов в кофе чем другие дельта чем меньше дельта тем цвет меньше изменился резюмируем сегодняшнюю лекцию вы узнали про функциональные маномеры что они есть в разных количествах и функции у них абсолютно разные что универсал он действительно является универсальным антезивом потому что его можно использовать как и афизир так и силан ну и узнали про нюансы использования в различных клинических ситуациях благодарю за внимание спасибо 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 Продолжение следует...